Всем здарова! С вами Руслан и это канал СамоТо. Мы решили восстановить очередную серию видосов, с которой, в принципе, мы начинали этот канал. Это сравнение различных розливов, розливов оригинальных и розливов российских, ну, точнее, постсоветских в таком плане. И сегодня мы сравним розливы российские и чешские, пиво, велпопоповицкий, козел. Погнали! Начнем мы, пожалуй, с... Ну, давайте сначала начнем с русского варианта. Как вы видите, в принципе, даже по бутылке они немножко отличаются. Здесь такая более классическая европейская, а здесь такая более классическая русская бутылка. Этикетки одинаковые. Этикетка русская немножко выглядит поярче. Но это все фигня. Главное все-таки то, что здесь внутри. И начнем мы с русского. Здесь, конечно, еще один плюс. Это что она, типа, откручивается. Ну, откручивается. Нормально. Даже не зажжавел. Все отлично. Давайте заценим. Сегодня у нас на обзоре светлое пиво. И то, и то. Только в русском варианте называется велпопоповицкий козел. Светлое, а в чешском варианте премиум лагер. Но, в принципе, мысль одна. Крылость звук у нас не меняется. Стабильность это тоже хорошо. Но зато видите, какое красивое пиво. Ну, стукопены. Вообще отлично. Цвет ярко-золотистый. Пузырьки вообще маленькие, миленькие. Кстати, запах приятный. Да, это пиво у нас сварено. Пивоварня и Москва и Фес. Оригинал у нас сварен на Пылзенский показ здоровый пивоварня чешская. Ну, блин, надо было хотя бы заранее информацию посчитать. Но что-то я решил так вот по-быльникому все отснять. Все-таки это не столь важно в сравнениях, кем это было. Хотя, в принципе, важно. Некоторые пивоварни, которые покупают себе лицензии, а потом льют непонятно, что есть такие. Но сейчас мы сравним именно по этому экземпляру. Очень странно как-то. Какой-то вообще водянистый вкус. После вкусия такой чисто горечь. Очень странная фигня. Реально такое чувство, что пью воду. Точнее, пивасик чуть-чуть разбавленный. Точнее, не чуть-чуть, а конкретно разбавленный водой. Немножко пива и все остальное вода. Давайте ускорим процесс. Тут у нас одна пена. Давайте возьмем новый бокал. Нальем аккуратненько. О, послевкусие очень противное. Ладно, рискнем здоровьем. Чуть-чуть побольше нальем. Что-то мне вообще как-то никак не заходит. Не зря я сказал про плохо сваренное пиво. В принципе, во вкусе есть горечь. Послевкусие горечь есть. Это все, что здесь есть от пива. Все остальное это вода. Сука здесь графа. Ой, блин. Послевкусие просто ужасно. Кстати, пиво свеженькое. 30 августа сваренное. Этого, конечно, уже года. Но не просрочено уже. Так, так, так. Сколько у нас здесь оборотиков? Где же это пишут? Так, алкоголь 4. Ну да. Если здесь было написано какой-нибудь 6, то я бы вообще не понял это пиво. В общем, это ужасно. Пока это очень ужасно. Давайте попробуем оригинал. В оригинале, конечно, у нас ничего не откручивается. Все надо отколыкывать. Но это уже не столь важно, если будет вкус получше. Ну, здесь уже цвет понасыщеннее. Карбонизация уже побольше. А сколько здесь градусов? Давайте сразу же мы глянем. Здесь у нас 4,6 оборота. То есть тоже такое легкое лайтовое пиво. Аромат почти не присутствует. Как и вкус. Как и послевкусие. Если в этом пиве есть хоть что-то противное, в этом вообще нету вкуса. Смотрим тут у нас, что по срокам. До апреля 2019 года, то есть теоретически с обычной срок годности год, оно сварено в апреле, то есть где-то приблизительно полгода назад, но чуть меньше. Чуть больше. Я просто снимаю выпуск заранее, и от этого числа, от нега, которого я снимаю, я отсчитал, что меньше полгода. Но я думаю, что на месяц, который я буду выкладывать, там уже ему будет намного больше полгода. Жесть, это... Честно, по-моему, это первый выпуск сравнений, в котором, блин, тут никого не хочется выделять. Оба дно. Полное дно. Это ужас. Интересно, просто сейчас. Налить этого. Ммм, послевкусие появилось немножко. Тоже не алё. Давайте попробуем. Сейчас. Если честно, даже пиццы этого не хочется. Если честно, и то, и то пиво ужасное. Не очень понимаю, в чём прикол этого пива. Оно... Да, конечно, здесь не сильно много градусов. 4,4,6. Оно должно быть такое лёгкое. Но это не лёгкое пиво, это просто вода. Это просто водянистое. Это просто ужасно. И выделять что-то из этих двух сортов я не буду. Оба у нас получат по нашим самым низким ожидаемым баллом. Это два. Кстати, AK, да. Вот. Один в один, вот как этот чешский экземпляр. То есть, если хотите понять, какое дно мы пробили тогда, вот это приблизительно то. И, блин, ну, я не честно, я не ожидал всё. Ну и второй раз пробьём это дно. Это ужас. Это вообще непонятно. И, блин, честно, я, конечно, пересмотрите выпуск с холзанами. Я точно не помню, сколько я баллов поставил. Блин, ну, я помню, что это пиво было ужасное. Ну, по-моему, даже у него хоть какой-то был маломайский вкус. И, блин, оно, по-моему, было баллов повыше. Это хуже. Это ужас. Я даже не понимаю, блин, нафига брать лицензию такого пива, блин, которое вообще ни о чём фиге узнает, нафига вообще это делается. Это очень плохо, что оригинал, что экземпляр русский. В русском ещё хоть какая-то, ну, хоть как-то можно о нём говорить, что оно противное именно в послевкусии. Он такой кислый. А в оригинале на нём даже говорить вообще не приходится. Оно просто вода. Ну, какой же, блин, без кома, как говорится. И в этой рубрике мы попробовали что-то такое ужасное. Но зато у вас теперь есть очередная галочка, что лучше не брать. Но пока подписывайтесь, ставьте лайки, пишите, что нам ещё там сравнить, где там ещё у нас что есть интересненькое. Всем пока! И это сам топ колокольчик. Не забываем колокольчик. Субтитры создавал DimaTorzok